Приветствую, друзья. Это просто необыкновенный человек. Я могу сказать, необыкновенный, скромный и великий одновременно. Это Николай Сырокин. Скажи пару слов. Это школа Чайгольщих, Холлопа Торрес тебя будет приветствовать. Здравствуйте, коллеги. Я Хосай Магомедович вышел на связь. Быстро подружились, поскольку у меня первое образование, биология, по диплому преподаватель биологии и химии, но психофизиология, я на кафедре физиологии человека и животных, и вот эта тема самореволиации, аутотренинга и прочее со студенчиков временно интересовался. Дипломная работа у меня была эмоциональное средство студентов во время экзаменов, письменно-устная форма экзамена, делал на третьем стомате здесь в Москве. Ученики Петра Кузьмича, Анохина, Полянцев Владимир Александрович, Науму, Татьяна Сергеевна, доктор Месисин, доктор Белгич были моими научными руководителями. Значит, студенты-стоматологи были подопытными кроликами, вот частота сердечных сокращений, значит, кардиограмма, ну, всё-таки отслеживалось. Сегодня я занимаюсь также проблемами психофизиологии промышленности, психофизиологии труда, научной организации труда и производства, но хронобиология, хрономедицина, ритмы цикла, как бы, значит, это меня больше всего, как бы, интересует. Я вот разработал особые подходы периодического хозяйственного, как бы, календаря, но это применимо и для сельского хозяйства, органическое и точное, там, земледелие. Ну, в том числе, ну, вот, назовём новое направление, это, если хотите, фертильная энергетика, энергетика продуктивности, поскольку, вот, тема, как говорится, ну, беременности, продуктивности системы, то есть, вот, мы, допустим, у нас сегодня знаем зелёная энергетика, там, возобновляемые источники энергии. Но энергетики, допустим, у нас фотосинтезы, это направление, почему-то все молчат, энергетика жилых клеток, живых системы, энергетика, естественно, страфических цепочек, тоже, как бы, не развивается направление. А фертильная энергетика, энергетика продуктивности, это самое мощное. Ну, и, по сути говоря, разные биологические системы и прочее, ну, вот, женщины, фертильный период в неделях, там, от 38 недель до 42 недель, это норма. Ну, как говорится, коровы, там, ну, 10 месяцев, как говорится, лошадь, 11 месяцев, бараны, овцы, 5,5, собаки, кошки, там, 2,5 месяца, период беременности, а крыска всего 21 день. Вот они быстро размножаются. Но, это мы можем учитывать, это, как говорится, что для срачевых, там, у них циклы, там, 20-20 года, что осетровые. Молодец, молодец, да. И, тогда, получается, это касается всех наших любимых. И, вот, эта тема, ну, как сказать, использования цифровых технологий, то есть, это цифровая, сетевая, зеленая трансформация, вот, ну, если хотите, вот эти подходы, изучение больших, сложных экосоциальных систем, это, мы работаем над темой эльф-дата-центров, значит, расшифровка, экологической, ландшафтной, фенологической, индикации, мониторинга и моделирования больших, сложных экосоциальных, природных систем. Ну, допустим, вот наши, тема великости, тема, там, Урал-Кавпийского региона, лимонологических бассейнов, ну, лимонологические бассейны, это, вот, и Каспий, и Арал, и Черное море, ну, все знают, понимают. Проблемы великих рек, значит, и тема, вот, есть нарушенный обмен веществ, а есть нормальный обмен веществ. И вот эта тема, подходы, значит, обмена веществ, это метаболизм, катаболизм, анаболизм, и к большим сложным системам, допустим, вот, те же, те же речные системы, значит, водосток нарушен сетью искусственных водохранилищ. Так вот, как в организме человека нарушить систему кровообращения, что наступает? Геморрой, инфаркт, инсульт, гангрена, там, значит, это все болезни кровообращения. Точно так же, допустим, речные системы, значит, и, допустим, паводковый, меженый режим, это все были естественные природные циклы, человек вмешался своим, как бы, этим процессом искусственным. То есть у нас реки Волги больше нету, это не река Волга. И Кама также, это как они вместе соединяются, Кама, кстати, основной русский город. Это все эти искусственные водохранилища. Раньше, извините, река Сверховий до Каспии там за полтора месяца долетала, сегодня там, извините, за три, пять лет. Извини, я спрошу тебя, академик Шлобский мне рассказывал, что человек сам себе уничтожает за счет того, что он вмешивается в природно-естественные процессы природы, делает из лесов сельвы, которые являются легкими планетами, целлофановые пакетики, они не уничтожаются. Фреон, газовая промышленность холодильная, выпускает фреон, который улетает в атмосферу, и там не разрушается фреон-молекула, и что там покрывается, короче говоря, что человечество само себя уничтожает и не успевает образумиться, и поэтому в галактике, во Вселенной разума больше нет. Мы уникальны и пока еще живы, потому что они все уже себя уничтожили, а мы еще не уничтожили. Я говорю, слушай, Иосиф, ты же говорю, помимо того, что негативное влияние человека на природу, есть же и позитивные моменты, сбережения природы, он говорит, ты просто оптимист. Давайте отвечу на ваш вопрос. В данном случае есть понятие сегодня ноосферный подход, в переводе на русский, природосообразный, биодекватный, вот слова синонимы. И там вы много чего задали, там фреон у нас, углекислый газ, выхлопы, вот это. А на самом-то деле самый большой парниковый эффект дает обычная вода. То есть, ну извините, океаны, моря, реки, самый большой парниковый, обычная вода. Ты скажи, человечество себя сохранит, разом сохранится. В данном случае человек нарушает естественные природные циклы. И вот допустим, давай так, миллионы фактически были мигрирующие копытные. Значит, миллионы перелетных птиц, миграционные потоки и прочее, это живое вещество повернавскую, потоки живого костного вещества, проходных рыб. Все человек нарушил. И получается, допустим, вот банитет, пелагиале, бентеса, ну если хоть и термохолинная циркуляция, то есть температура и солевой состав. Ты мне скажи, человечество себя сохранить сможет или поднимет? Отвечаю. Если оно не выйдет наноосферный, он же природосообразный, он же биодекватный способ существования, кирдык человечества. То есть наша школа Человек Будущего правильно делает. Да, то есть ваша школа Человек Будущего, она переводится Человек Будущего, Человек Творец, Человек Наосферный, Человек Космический. То есть вот в этом ключе, а Человек Космический это Человек Упорядоченный, который соответственно законами природных. Природосообразный, биодекватный. Да, вот друзья, я вас поздравляю, мы все участники Человек Будущего, Homo Futurus. Да, наша школа. Наша школа. И вот мы как почетному участнику нашей школы, я Коленьке подарю. Вот в кармане мне. А, уже в кармане. Нет, нет, я тебе потом. Я ему вот это такую, что... Значок. То, что Саша Тунцов нам прислал из Калининграда, который руководит Федерацией рукопашного боя, боевые искусства. И мы Коленьке сегодня торжественно вручим. Да, да, да. Вот мы сейчас закончим встречу. Я вас познакомил с почетным участником нашей школы. Ну, еще что бы хотел добавить. Я бы что бы еще хотел добавить. У меня еще другой корыстный интерес к сотрудничеству Хасаи Магомедовича. А именно, вот именно психофизиология труда, психофизиология промышленности. Он в свое время возглавлял лабораторию на заводе «Сириус». Именно по проблеме, значит, гигиена труда, профилактики профессиональных заболеваний. Для работников, ну как у нас... Ради электронной промышленности, в общем. И печататься в журналах, как бы, электронная промышленность, ну, со своими научными статьями и прочее. И вот эта тема сегодня, психофизиология труда, психофизиология промышленности, она суперактуальна. Потому что вот этот метод ключ, самореволюция и прочее, он выходит на тему гигиены труда, выходит на тему профилактика правозаболеваний и выходит на тему научной организации труда и производства. Это синтетическая, как бы, междисциплинарная, как бы, и тема, и подход. И поэтому я, как сказать, преклоняюсь перед гением и творческой такой инициативой и прочее Хосай Магомедовича, значит, ну, слава богу, он меня где-то на поколении все-таки постарше, и можно его и где-то в роли наставника учителя послушать. Но поскольку мы... Он у нас такой маленький такой учитель, да, такой еще пионерского возраста. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Целую 10 лет разница. Мне 60 исполнилось, ему 70. Ну, я, конечно, слава богу. Ну, да, слушай, ну, самое интересное, друзья, самое интересное, я вам скажу про Колю одну вещь. Он с детства, как я понял, всегда удивлял всех своих сверстников, потому что я переписывался как-то с его приятельницей Коленькой, и она мне сказала, это удивительный человек, он с детства всех всегда удивлялся своей необычной способностью постоянно генерировать идеи. Это генератор творчества. В научном плане, в научном плане и биолог, и занимается экологией, и там много чего. География, экономика. Да-да-да, очень интересно. А твои биоритмы вот эти, которые, циркадные ритмы какие-то там? Ну, в общем, я создал вот этот хозяйственный календарь, основанных на периодическом подходе, потому что 300-400 назад все народы мира использовали периодический календарь. Это Ватикан, это католическая церковь вела нам линейный календарь, линейное время, и вот так называемый научно-технический прогресс получился. А у нас знаки зодиак в переводе с греческого означают круг животных. У нас есть 12-летний вот этот круг животных, есть как бы зодиакальные месяцы, и в данном случае я разработал особый календарь, который учитывает сезоны. И вот три зодиакальных месяца, они точно попадают в астрономические и космические сезоны. То есть в данном случае есть естественные основания, и это сегодня никто не учитывает, никто этим не занимается. То есть есть четыре точки годового цикла, которые позволяют как бы вот создать эту сезонную ритмику. А именно день весеннего роноденствия, день осеннего роноденствия, день зимнего солнцеворота и день летнего солнцеворота. И между ними космические сезоны. От этого зависит, когда огурцы сажают. Само собой, само собой. То есть есть наука, фенология, то есть это связь, как говорится, вот этих явлений, когда птицы прилетают, когда почки распускаются на деревьях и так далее. У нас есть участник школы Артур, он как раз таки, он связан, он как раз таки занимается аграрными проблемами. Да, да, да. И он учит там где-то по всему миру, по всему миру они обучают, проводят курсы, как правильно сажать, как правильно выращивать. Ну есть понятие точно земледелия, органическое земледелие. Ну, в данном случае, вот я хочу как бы повеселить людей, значит, поскольку у нас кафедра эндокринологии, ну, я учился на кафедре физиологии человека и животных, но мы занимались проблемой эндокринологии, а именно гормональные изменения, ну, там, у крыс во время беременности. То есть вот такая тема была, это Вундер Павлов Абрамович, Саратовский госуниверситет, но ситуация такая, что вот эта тема как бы беременности, гормональные изменения, это как бы его тоже сфера исследований. И получается, вот этот момент, он, я вас как бы порадую, это тоже такое открытие и прочее, вот не все правильно понимают слово охотник и охотница. Так вот, оказывается, охота, это особый период менструального цикла у любых самок. Вот есть понятие гон, нерест там, ну, как говорится, гнездовальный, как бы вот этот там глухарей и прочее. И получается, вот этот момент, охотница, в первую очередь, это самка, а охотник это, ну, самец, который удовлетворяет желание самки. И вот тогда получается, охотники, да, она главная за ней ведет, и получается, она регулирует это, потому что, ну, так же, как и у женщины, там, и зрачки расширяются и прочее, ну, вот это, да, в данном случае, ну, как говорится, и по глазам, и по губам, и прочее, вот можно наблюдать, какой период менструального цикла. Теперь, теперь я хочу сказать, вот все говорят о ядерных, как бы там, исследованиях, прочее, прочее. А вот ядерный взрыв, именно сексуальная революция, она началась связана вот с этими атомными взрывами Хиросимы и Нагасаки, напрямую. Каким образом? Это не все историки знают, а именно. Значит, авиационная база, откуда взлетали американские самолеты с этими ядерными боеголовками, было на Атолле Бикини. И эти самолеты летели бомбить японские города. Так вот, значит, модельер, который придумал эти мини-юбки, где видно трусы, он услышал это слово бикини, Атолл Бикини, и назвал свой новый тренд-моду бикини. Ну, молодец, да. И, получается, мини-бикини, это вот от этого Атолла. Потом американцы разбомбили, может, даже тем же ядерным взрывом, этот Атолл Бикини, сейчас его, наверное, не существует. То есть, в Бикини создали революцию сексуальную революцию? Да, то есть, фактически, фактически, это ненормально. Вот сегодня много судебных случаев, прочее. То есть, когда, извините, женщина покажет определенные места, когда, как говорится, там ярко накрашенные губы, там глаза и прочее, это показывает, что она желает мужчину. И, получается, она провоцирует, особенно люди первобытного, как говорится, такого плана, они напрямую, а потом их в тюрьма, а на самом деле она вызвала это своим агрессивным видом, прочее. Ну, нормальный человек понимает. Да. Вот скажи, пожалуйста, тогда, почему женщины такие красивые? Это как получилось? Это некрасивые, это привлекательные. Привлекательные. Ну, что вот, курочки, потом синички, тоже самочки. Отвечаю. Почему они красивые? Я как бил он физиолог, отвечаю. Вот у человека есть большая голова, а есть у мужчины, а есть маленькая. И вот, когда включается маленькая, и когда женщина, мозги отключаются, и получается вот этот момент, влюбленность, это своего рода заболевание. И они видят только вдвоем, и после этого рождаются дети. Ну, да, это правильно. То есть, и получается вот этот момент, это природа придумала. Конечно, конечно. Но самое интересное, почему женщины на каблучках ходят? А, извините, в данном случае это абсолютно ненормально, и весь позвоночник, прочее, что балеринный, что это... Я читал вот, что почему женщины ходят на каблучках. Потому что если женщина... Почему она пошла, эта мода? Потому что если женщина стоит, и вы на нее смотрите, ну, спинка у нее, то у нее, в отличие от золотого сечения, бедра немножко опущены. Ради деторождения. Немножко у нее пропорции нарушены, ради продолжения рода. И вот этот дефицит компенсируется каплучком. Это я читал одно из теорий. Теперь, вы знаете или помните, что в царской России не было совместного обучения мальчиков и девочек. Отдельно мальчики, отдельно девочки. Это декрет в советской власти. И еще, в данном случае есть нарушение закона природы. Появись в мужском коллективе, хоть одна девушка особенно красивая и прекрасная, все, мозги отключаются, большие головы включаются, и получается все, конкуренция и прочее, все творчество пошло как бы павлином покрасивше выглядеть перед этой особой... Они говорят, более самоорганизованной бывают. Да, 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 да. То есть это начинается рыцарский турнир. Да, кстати, вот вы удивитесь. Я могу доказать легко и коротко, что в Европе никогда не было ни одного рыцаря. Потому что рыцарь это чисто наше русское слово. Почему? А потому что ни в одном европейском языке нету буквы «ы». Вот так. А там как это называется? А там кнехты, там рейтары и прочие вот эти всадники. Нету рыцарей там. Это наше русское слово. Ну да, слава богу. У нас тоже есть что-то, да? А слово «гипербелло» это инженеральный. Царь, царь это от слова «сар». То есть вот цара, царственный, степной, желтый, царственный. Вот это «саратау», царевка, урган, это, ну, город Саратов. Мне очень приятно, ты научно обосновал сейчас, почему женщины такие прекрасные. Потому что я как художник, ну, привлекательное, значит, красиво, правда же? Конечно, красиво. Да, да. То есть у него все по гармонии, вот так вот. Вот эти вот пропорции, золотые сечения, ну, вот кроме бедер, поэтому каблучки. Ну, это одна из теорий. Вы знаете, на самом деле я же еще художник, и поэтому для меня то, что говорит Коля, очень важно биологическое обоснование, что женщина, она первичнее мужчины. Потому что, как есть пословица, не захочет, у него не… А охотница она, он, как говорится, удовлетворяет, как говорится, эти… Короче, от женщин все зависит. И еще, мужчины только закидывают удочки, а подсекают все равно женщин. Вот так вот, друзья. Так что, да, всем женщинам, от нас, мужчин, комплименты. Живите долго-долго, здоровья вам, счастья и творческого долголетия. Правильно, Валерий Кузьмин? Все блэк, все блэк, хорошо. Да, так что ты у нас почетный участник. Пишите комменты, пишите вопросы Николаю Александровичу. Пожалуйста, пишите, что вас интересует, он вам ответит. В Самару. А ты в Самару сейчас будешь? Я в Самару уезжаю, да? И он еще интересный, он там занимается, он мне говорит, ты картины делаешь, а мы, говорит, еще занимаемся курацией каких-то вот этих вот… Цифровые копии картин, да? Да, делает, делает, да. То есть можно картину сосканировать и распечатать. Фотоаппарат, сканер, да. И на брошюрах, и везде. Да, в натуральную величину они будут выглядеть почти так же, но их увидят многие. А мы так, может быть, сделаем для наших участников. Может быть, если кто-то захочет. Ну, давайте, решим потом. До встречи, друзья. До встречи. Хороший парень, да? Мой друг. Так что вот, любите, жалуйте. До встречи.